Для таких сценариев использования лучше подойдет неубиваемый аппарат со стопроцентной защитой. Conquest S16 Pro как раз из таких. Новинка отличается высокой прочностью, оснащена сверхмощным железом и укомплектована 48-мегапиксельной камерой с тройным блоком модулей, которая пригодится в различных ситуациях. Как и подобает броненосцу, корпус смартфона сарапина на экране, если носите телефон в одном кармане с ключами или монетами. Наши эксперименты в суровых условиях дальневосточного климата показали, что смартфон Conquest S16 Pro не боится погружения и длительного пребывания в водах Японского моря. В телефоне имеются заглушки на разъемах зарядки и сим-карты, а динамики и микрофоны защищены влагоотталкивающими мембранами. Экран адекватно реагирует на нажатие, а сам гаджет можно использовать сразу после контакта с водой. Модель предлагается в трех вариантах. В черном корпусе с металлическими вставками серого, золотого и красного цвета. Задняя панель покрыта кевларом, материалом невероятной прочности, который применяется, как правило, в средствах индивидуальной бронезащиты. Боковые грани смартфона сделаны из авиационного алюминия. При удержании одной рукой телефон надежно впиваться. Заряжать девайс можно различными способами, включая магнитный кабель, док-станцию или беспроводную индукционную платформу. Основной модуль камер на задней крышке, внутри девайса, работает самый новый восьмиядерный процессор с искусственным интеллектом Helio P90. 8 гигабайтов оперативной памяти и 256 гигабайтов пользовательской. Это показатели достойные флагмана. Графический чип PowerVR GM94-46, поэтому даже самые требовательные игры на высоких настройках графики не тормозят, лагов не возникает, а текстуры четкие и высокого качества. Имеется поддержка карт памяти microSD объемом до 2 терабайтов взамен одной из SIM-а. Стоит обратить внимание, что SIM-лотки при этом располагаются на противоположных торцах. Операционная система WES16 Pro это модифицированная версия Android Nia, шагомер, компас, измеритель шума, настенный уровень, нивелир, измерение высоты, измеритель пульса, увеличительное стекло, транспортир, отвес, барометр, фонарь, сигнал тревоги. Датчик ультрафиолета установлен на тыльной стороне девайса над модулем камер. Если уровень ультрафиолета слишком высокий, например, под прямыми солнечными лучами в жаркий день, то смартфон предупредит вас об опасности. В телефоне присутствует инфракрасный порт. Находится он на верхнем торце устройства и служит для управления бытовой техникой. За безопасность данных отвечают сканер отпечатков пальцев, расположенный на задней стороне аппарата, и система разблокировки по лицу. Заявленный модуль NFC работает, позволяя не только оплачивать покупки, но и считывать NFC-метки, например, при проезде в общественном транспорте. Смартфон навигации определяет местоположение точно, благодаря наличию GPS, GLONASS и Galileo. 48-мегапиксельный Sony IMX582. Вторая линза тут на 16 мегапикселей, и, по словам производителя, она предназначена для съемки ночью. Третий сенсор – это телеобъектив на 5 мегапикселей. Фронтальная камера представлена линзой с разрешением 16 мегапикселей.